Стадион «Орбита» – один из крупнейших в промышленном районе. Здесь и в спортивном зале, что по соседству, занимались целыми семьями. Валентина Ишенина вспоминает, в 80-е на тренировке после школы сюда ходила ее дочь. А сегодня мечтает заниматься бегом и аэробикой внучка. Но несколько десятилетий комплексу не уделяли достаточно внимания, и спортплощадка потеряла былой вид. Мы очень хотим, чтобы доступно было, доступно для любого. Если они приходят, и мы также, бабули, придем, мы болельщики, будем соревнования проводить, болеем. Рядом со стадионом построен современный физкультурно-оздоровительный комплекс «Орбита» с бассейном и катком. Но жители выступают за сохранение и старого здания. Глава Самары интересуется, будет ли этот комплекс востребован. Нужно понимать, что молодежь сюда пойдет, что зал будет постоянно занят. Это очень важно. Для нас вот это очень большое подспорье, как дворец спорта для нас. Жители, конечно, хотят, чтобы был этот уголок спортивный. Поблизости расположены пять детских садов и четыре школы. Запланировано строительство новых высоток. Так что число жителей будет только увеличиваться. А юное поколение вновь стремится к спорту. И возможностей у них в последнее время все больше. Действительно, мы за четыре года видим просто невероятное количество строек, связанных со спортом. Четыре фока у нас крупных здесь. Вы знаете, что и ледовые дворцы появились. Это действительно очень серьезные изменения в нашем городе. Я услышал, что все за то, чтобы это здание сохранить, выделить сюда деньги, чтобы привести его в нормальное состояние и организовать занятия спортом среди молодежи, которая здесь проживает. Мы этому решению следуем. То есть мы тогда приступаем к процедуре проведения ремонтных работ. Зданию требуются небольшие восстановительные работы и качественный косметический ремонт. Занятия в секциях в муниципальном зале будут доступны всем жителям. Открыть обновленную орбиту постараются успеть к первому сентября. Марина Кравцова, Максим Гусев. События. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова